Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy! И мы с вами начинаем новый плейлист «Английские слова», но будет более на самой короткой части и с учётом всех ваших пожеланий. Соответственно, если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, thanks! Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Также подписывайтесь на второй канал Международный English Professionally Там, правда, только на английском языке, но для тех, кто чувствует силу, в принципе, также есть для начинающих. То есть обязательно также смотрите, это очень полезно. И, конечно, смотрите разные плейлисты, но мы с вами продолжаем. Значит, отличие данного плейлиста заключается в том, что, во-первых, здесь более короткие, имеется видео по количеству слов, видите, 25 слов. И далее здесь будет более медленный темп, немножко другие слова, и вы будете принимать более активное участие, это самое важное. Поэтому, как говорится, welcome, добро пожаловать. Итак, английские слова 1, 25. И, конечно, это также полезно для детей, для начинающих, для детей. Итак, значит, первое слово. Я. Вспоминаем, как будет на английском я. Верно. I. Я. Например, я работаю. Работать будет work. Work. То есть просто ставим подлежащее и глагол. I work. Я работаю. I work. Далее. Следующее. Вспоминаем, как будет мы. Мы будет we. We. Например, мы понимаем. Опять же говорим слово мы. We. И вспоминаем, как будет слово понимать. Understand. Правильно. Understand. Так говорим. We. Understand. We. Understand. Мы понимаем. We understand. Дальше. Ты. You. You. Ты говоришь по-английски. Все мы знаем слово ты, you. И вспоминаем фразу говорить по-английски. Многие спрашивают, как сказать говорить по-английски. Вот. Говорить по-английски – это устойчивое выражение. Запомните. Speak English. Speak English. Без всяких предлогов. Без всяких предлогов. То есть, многие пытаются какие-то предлоги вставить в промежутки между speak и English. Но это не нужно. Именно такая фраза. You. Speak English. И так и остается. Ты. You. Подлежащий. Дальше. Глагол. Speak. И получается. You speak English. Ты говоришь по-английски. You speak English. Значит, повторим. И потом дальше разберем дополнительные примеры. I work. We. We understand. You. You speak English. Далее, дополнительные примеры. Я понимаю. Я это I. Понимаю understand. Так говорим. Understand. I understand. Далее. Мы говорим по-английски. Действительно, это здорово. Мы реально говорим по-английски. Мы. Будет. We. Говорим. Speak. И опять же, вот эта устойчивая фраза, о которой мы с вами говорили. Speak English. Получается. We. Speak English. Мы говорим по-английски. We. Speak English. И еще пример один. Ты понимаешь. Ты это. You. Верно. Понимаешь. Understand. Значит, так говорим. Ты понимаешь. You. Understand. You. Understand. You. Understand. Итак, все. Повторим дальше. И повторим. Пойдем дальше. I work. We. We understand. You. You. You speak English. I understand. We speak English. You understand. Дальше. Вспоминаем, как будет они. Вспоминаем или изучаем, кто не знает. Это будет they. Правильно. They. Они. They. Например, они работают. They. И глагол. Work. They work. Далее, к примеру. Они. Они. Они живут. Жить будет глагол. Live. They live. Они живут здесь. They live. Here. They live. Here. Итак, they. They work. They live here. Далее. Как будет он? He. Правильно? А она будет... She. She. Значит, теперь скажем. Он работает. Он работает. Здесь очень многие делают ошибку. Смотрите. Он работает. He. Далее. Многие говорят почему-то he work. Нужно сказать... He works. Верно. Он работает. Потому что есть такое правило. Давайте с вами пометим, что такое есть правило. Звездочное. Что есть у нас he, she, it. У нас с вами есть he, she, it. То глаголу у нас добавляется s. Это такое общее правило для настоящего времени в английском языке. Просто на настоящего времени. Значит, глагол плюс s. Сами напишем глагол плюс s. Ну, глагол это в английском языке verb. Не будем пугаться этого слова. Будем сразу привыкать к английскому языку. Verb плюс s. Плюс это plus. Давайте в скобочках напишу, как пишется, чтобы вы тоже знали. Verb плюс s. То есть глагол к глаголу добавляется s. Если he, she, it. Смотрите. He works. Он работает. Итак, продолжаем. She это она. Соответственно, она работает. She. Работает. Work. Добавляем s. Получается, she works. She works. Например, он понимает. Он это he. Понимать это understand. Мы помним правило, что если he, she, it, то глаголу verb добавляется s. Verb плюс s. Получается, he understands. He understands. Например, она понимает. Она это she. И получается, she understands s. Например, она понимает это. И вспоминаем, как будет это. She understands it. Естественно, she understands it. Это, это it. Повторяем. They. They work. They live here. He, she, it. Verb. Plus s. He works. She works. He understands. She understands it. И, соответственно, вспоминаем, как будет это. Мы как раз с вами сказали, это будет it. Это. Помните пример? She understands it. Давай с вами скажем другое предложение. Это работает. It. Это. Работать будет work. He, she, it. Добавляем s. Получается, it works. It works. Это работает. Или, например, это помогает. It. Вспоминаем, как будет помогать. Help. Это помощь. И help. Это помогать. Только если help. Это глагол. Добавляем s. Получается, it helps. It helps. Это помогает. It. It works. It helps. Далее. Видите, мы с вами посмотрели различные примеры с глаголами. Но в английском языке очень часто используются такие слова, как am, такие формы, как am, is, am, is и также are. Для чего они нужны? Am, is и также are. Для чего они нужны? Для чего они нужны? Am, is или are. Значит, у нас с вами есть правило общее. Когда мы с вами разбирали грамматику, обязательно смотрите разные плейлисты, мы с вами говорили общее правило. Давайте посмотрим на примере. К примеру, мы хотим сказать, я счастлив. Значит, я это I. Счастлив будет happy. Happy. И многие говорят I happy. Но здесь чего-то не хватает. Не хватает именно I am happy. Я счастлив. То есть грамматически I happy сказать нельзя. Можно сказать только I am happy. Я счастлив. Почему? Потому что есть такое правило, что если в настоящем времени нет глаголов, в простом настоящем времени, то мы используем одну из форм глагола to be. To be, такой глагол, переводится как быть, и у него есть формы. Соответственно, am, I am. Am употребляется с I. Далее is употребляется с he, she, it. He is счастлив. Мы хотим сказать он счастлив. He. Happy – это счастлив. Видите, нет глагола. Потом говорим he is happy. He is happy. Далее она счастлива. She – это она. Happy – счастлива. Счастлива. Нет глагола. Получается she is happy. He is happy. She is happy. Да, померяю мне. Sorry. Извиняюсь. He is happy. She is happy. Далее. Это интересно. It – это. Интересно. Interesting. Опять же, видите, нужно что-то. He, she, it is. Поэтому it is interesting. Помните, у нас было слово here. Мы говорили they live here. Они живут здесь. Мы хотим сказать это здесь. It. Мы сами скажем it. Но it here так и не говорим. Опять же, надо сказать it is. Потому что правило he, she, it добавляем как раз именно is. То есть, видите, мы с вами прошли it, am, is. It, am, is. Далее. И, смотрите, I. Сейчас все повторим и пойдем дальше. It. It works. It helps. To be. Приводится как быть. И форму глагола to be разбираем. I am. I am happy. He is. She is. It is. He is happy. She is happy. It is interesting. It is here. И are употребляется с we, you, they. Соответственно, мы с вами скажем мы счастливы. We are. То есть, мы это мы. Это we. Мы это we. Счастливы. Happy. Но, опять же, нам нужна связка. Так нет глагола, поэтому we are happy. Мы счастливы. Ты счастлив. You are. Happy. Они счастливы. Далее. Еще раз. Видите, у нас по порядку идут различные слова. Нет, у нас с вами повторяется в примерах, но мы с вами держим все правила, что все слова были разные в нашем списке. Итак, это слово понимать. Понимать будет верно. Верно. Understand. Понимать. Understand. Я понимаю тебя. I. Understand. Видите, просто I это подлежащее. Understand понимать. I understand. И мы с вами проходили, что you это ты. И you это также тебя. Поэтому будет I. Understand you. Я понимаю тебя. I understand you. Я понимаю тебя. I understand you. Далее. Разговаривать будет, например, на английском speak. Соответственно, вы можете сказать. Я говорю по-английски. I speak. Видите, подлежащее его. I speak English. Я говорю по-русски. I speak Russian. I speak Russian. I speak Russian. Видите. I speak. I speak English. I speak Russian. Второе. I understand. You are. They are. You are. We are. We are. We are. You are. Happy. They are. Happy. understand, I understand you, speak, I speak English, I speak Russian. Далее вспоминаем как будет читать, верно, read, я читаю, мы читаем, we read, мы читаем, we read, я читаю, I read, далее, we read, мы читаем, мы помним, что просто образование это подлежащее глагол, ты читаешь, you read, они читают, они это they, they read, и теперь мы хотим с вами сказать, он читает, он это he, читать это read, но помним правило, помним, что если he, she, it, то глаголу добавляется as, verb plus as, и получается, соответственно, he reads, он читает, она читает, she reads, she reads, далее, английский, английский будет English, соответственно, можно сказать, я говорю по-английски, I, говорить по-английски фразы speak English, так и остается, I speak English, или, например, я знаю английский, I, глагол знать, это будет know, получается, I know English, English, I know English, я знаю английский, I know English, далее, следующее слово книга, книга будет book, если же книги, то в общем случае в английском языке, чтобы образовать новое число, мы добавляем s, поэтому получается, соответственно, одна книга, мы с вами скажем one book, one book, две книги, two books, two books, я читаю английские книги, я это, I, читаю, read, английские, English, и книги, books, получается, I read English, books, итак, read, I read, we read, you read, they read, they read, he reads, she reads, she reads, English, I speak English, I know English, book, one book, one book, two books, I read, you read, English, books, итак, дальше двигаемся, как сказать, у меня есть, здесь мы с вами используем глагол иметь, и как будет глагол иметь на английском языке, это будет have, have, то есть я имею, то есть у меня есть что-то, I have, I have, у меня есть, I have, и, к примеру, соответственно, у меня есть компьютер, I have, компьютер это будет компьютер, но мы не забываем с вами использовать артикль, I have a computer, мы с вами знаем общее правило, что существует неправильный артикль a и n, они используются в общем случае перед существительными, видите, компьютер, если существительный начинается на согласный звук, видите, к компьютер, то a, a computer, если на гласный, то an, например, у меня есть, I have, какое слово в английском языке вы можете вспомнить, соответственно, начинающееся на гласный, например, есть такое слово idea, 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 видите, это гласный звук, idea, получается, I have an idea, у меня есть идея, I have an idea, I have an idea, далее, у меня есть, I have, семья, семья это family, только в этой конструкции называем поставить артикль, I have a family, I have a family, далее, у нас есть машина, we это мы, то есть переводится дословом как мы имеем, далее, машина, car, и ставим артикль, we have a car, так, have, I have a computer, a, an, I have an idea, I have an idea, I have a family, we have a car, we have a car, двигаемся дальше. Далее, следующее слово жить, мы с вами уже касались этого слова, это будет live, верно, live, я живу в России, I live, и вспоминаю, как будет слово в, 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 это будет in, получается, I live in Russia, I live in Russia, например, я живу в Англии, I live in England, I live in England, мы живем в Америке, мы это we, we live in America, we live in America. Видите, как раз мы с вами про in и поговорили. Далее, следующее слово из, мы хотим с вами сказать, я из России, значит, я это I, is это from, получается, есть дословно I from Russia, I from Russia. Но, помните, мы с вами проходили, что если нету у нас с вами глагола в простом настоящем времени, то мы используем форму to be. Нужно форму to be, здесь что-то не хватает, видите, получается, I am, сказать надо I am from Russia, I am from Russia, я из России, я из Украины, I am from Ukraine, я из Белоруссии, I am from Belarus, я из Белоруссии, I am from Belarus, и так далее. Соответственно, например, он из Англии, он это he, he is, форма получается, he is from England, он из Англии, он из Англии, he is from England, и так давайте с вами еще раз повторим, получается, соответственно, live, I live in Russia, I live in England, we live in America, in, in, from, I am from Russia, I am from Ukraine, I am from Belarus, he is from England, he is from England. Далее, следующее слово это, this, this, это, когда мы указываем на что-то, мы говорим это дом, this, is, конструкция this is, это дом, this is a house, this is a house, this is a house, this is a house, да, блин, мы что-то еще, что-то хотим указать, и, соответственно, можно, это ручка, давайте ручку найдем где-нибудь, так, всем видна ручка, вот, это ручка, да, затем могу не указать и сказать там, да, это ручка, this is a pen, this is a pen, это ручка, this is a pen, pen, далее, следующее слово, for, о, зачем я подсказываю, ну, ладно, я думаю, мы уже немножко устали, поэтому давайте одно слово пускай так будет, for, переводится как для, значит, это для тебя, например, this is for you, такая фраза, this is for you, this is for you, это для вас, this is for you, например, этот урок для вас, этот урок, это this, этот урок, lesson, опять же, для тебя это for you, this lesson, for you, но правило, если нет глагола, ставим форму глагола to be, this lesson, означает it, it is, поэтому this lesson is for you, this lesson is for you, далее, очень нужное слово, нравится, like, если вы хотите сказать, что мне что-то нравится, вы ставите вперед именно личные местоимения, то есть, I like, мне нравится, I like, значит, мне нравится этот урок, I like this lesson, I like this lesson, соответственно, нам нравится, нам нравится этот урок, тебе нравится, опять же, ты, ставим вперед вмешательное местоимение, ты, you like this lesson, им нравится этот урок, они, ставим вперед, they like this lesson, почему я именно делаю этот акцент, потому что многие говорят неправильно, там, me, начинают говорить, но именно так, мне нравится, I like, I like this lesson, нам нравится, we like this lesson, you like this lesson, they like this lesson, и так далее, соответственно, ей нравится это, she, like, добавляем s, получается, she likes it, и так, повторяем с вами, и так, повторяем, this, this is a house, this is a pen, for, this is for you, this lesson is for you, this lesson is for you, like, like, I like this lesson, we like this lesson, you like this lesson, they like this lesson, she likes it, и, соответственно, двадцать пятое слово, это у нас идти, ехать, go, очень часто используется в устойчивых выражениях, например, ходить на работу, соответственно, ходить на работу будет, я хожу на работу, запомните, ну, я, вы знаете, I, ходить на работу будет, go to work, go to work, to это предлог направления, хочется, я хожу на работу, I go to work, я хожу в школу, I go to school, I go to school, I go to work, I go to school, ну, дальше у нас с вами будут новые примеры, новые упражнения, а давайте пока все закрепим, только на английском языке, это очень полезно, то есть, если раньше вы повторяли, то сейчас просто старайтесь понять смысл содержимого, итак, I work, we, we understand, you, you speak English, I understand, we speak English, you understand, they, they, they work, they live here, he, she, it, verb, plus as, he, he works, she, she works, he, understands, she understands it, 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 it works, it helps, to be, I am, I am happy, he is, she is, it is, he is happy, she is happy, it is, it is, it is, it is, it is, it is, we are, you are, they are, we are happy, you are happy, they are happy, understand, I understand you, speak, I speak English, I speak Russian, read, I read, we read, you read, they read, he reads, she reads, English, I speak English, I know English, book, one book, two books, I read, English books, have, I have a computer, a, an, I have an idea, I have a family, we have a car, live, I live in Russia, I live in England, we live in America, in, from, I am from Russia, I am from Ukraine, I am from Belarus, и на самом деле не поленимся, также в разговорной речи очень часто нравится именно сокращенная форма I'm, в разговорном английском участке например как I'm, I am from Russia, I am from Ukraine, I am from Belarus, he is from England, or he is from England, Association of하겠습니다, OK. This, this is a house, this is a pen, 4, this is for you, this lesson is for you, Ну и конечно такие внеплановые слова Это thanks Спасибо Спасибо большое Спасибо вам огромное Thank you very much Действительно могу сказать Или вы можете сказать thanks Thank you very much